Возмущение в силе. Талия поднялась на гору судьбы. Неописуемое зло задумало усилить ее способности с помощью особого ритуала. Привет, друзья, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Dungeons 3, и впереди у нас предпоследняя миссия в компании. Ну что ж, поехали. Фух, ну и подъем. И почему этот ритуал должен проходить так высоко? Героя обучение всегда в местах отдаленных происходить должно. Стоило бы знать это тебе, мой юный падаван. Ах, Талия поднялась на гору судьбы. Коварное зло задумало сделать ее еще более могущественной. Для этого требовалось провести обряд жертвоприношения. Жертвоприношения? Что-то мне это уже не нравится. Разумеется, в жертву должны были принести не саму Талию, а ее слуг. А именно, по одному титану каждой разновидности. Чтобы начать обряд, к этому месту требовалось привести огра. Во время обряда здесь должен был ожидать своей участи могильный голем. Наконец, для завершения обряда необходимо было присутствие дьявола. Это не проблема, но... Зачем здесь стена огня? Забегаешь вперед, ты юный падаван. Выполнить нужно задание сначала. Ах, ладно-ладно. Выполню. Только говори по-человечески. Миссию начинаем мы свою неспешно. Итак, нам задание, в принципе, обрисовали вполне себе ясно, так что повторяться мы не будем. Единственное, что сравнять лагерь с землей, что за лагерь, наверное, вот об этом идет речь, но это как-то больше похоже на укрепленную крепость какую-то со стенами, чем просто лагерь. Ну ладно, разберемся, в принципе. Итак, начинаем мы, как обычно, с комнат нашей первой необходимости. Сокровищницы немного расширим. Сразу же сопляков побольше найму. Так, быстрее давайте работайте, твари. Индюшатни сразу расширю тогда и схрон тоже. У нас есть, кроме индюшатни и схрона, еще и кладбище и воронка. Ну, нормально. Так, расширяем, расширяем. Сокровищницу построим. Все нормально. Я думаю, миссия должна быть долгой, потому что как бы 4 титана, чтобы их взять, нанять, это надо просто кучу коварства накопить. Плюс еще там ритуалы привести. Но в ачивках, что интересно, написано, можно за 40 минут это сделать. То есть за 40 минут все исследовать, всех принести в жертву. Как вариант, может какие-то бонусы будут тут в комнатах, чтобы ускорить процесс. Короче говоря, по ходу миссии мы это выясним. Так, еще последний давайте. Нормально. 1400 у нас уже с золотом. Так, может быть еще сопляков. В принципе, хватает. Второй золотой жил у нас сразу же сходу не обнаружилось, к сожалению. С двумя-то жилами удобнее, пока у нас тут сопляки некоторые простаивать будут. Без второй жилы так, что я предпочту все-таки прокопаться сразу же. Может быть где-то обнаружится. Так, мастерскую пока расширять в принципе без смысла. Но что исследовано, арканум у нас не исследован, да? Так, давайте сначала потратим коварство на необходимые вещи, а потом уже будем дальше думать. Так, вон, на арканум хватает, в принципе, нормально. Так, ну воронку давайте тоже заранее расширим, а то в предыдущей миссии что-то я пренебрег немного этой воронкой. Кладбище потом тоже придется расширить. Тогда арканум будет здесь примерно. Сейчас сразу же первую армию наймем и пойдем захватывать уже первую источник. Непоседливое зло докопалось до драконьего логова. Думал, какие-то ускоряющие бонусы будут, а тут драконьего логова нашлось. Так, золота нет никакого, да, тут? Золотых жил я имею ввиду. Плохо. 1300 золота пока. Просто мана. Что, кстати говоря, у нас в мастерской-то 6 инструментов. Для алтаря мана нужно 8. В подземелье была обнаружена новая комната. Еще одно что ли? Так, это у нас что? Это у нас инструменты. Слушайте, классно. Мы сможем сейчас пойти сразу же в первый наш поход. Сразу же с заклинанием. С простейшим. Простейшее заклинание это у нас ярость. Так, золотая жила. Вот она. В принципе, даже в удобном месте более-менее. Так, вот мы это все отгородим. Это прокопаем. Сразу сокровищницу сделаем пока что. Так, арканум. Пока вроде никто у нас не прет в подземелье никаких героев. Так, что на расслабончике 1600 золотишкам. Все, полным ходом идет работа. Так, и здесь тоже арканум. Поставим наш первый алтарь маны. Где мы поставим? Тут. И сразу одного демона. Хотя тут еще строится будет опять же. Жалование. Вот как раз я старался не нанимать пока юнитов, пока у нас тут до первого жалования. Вместо того, чтобы просто наблюдать за действиями бесчестного зла, местные герои решили атаковать подземелье. Угу. Вот оно уже и начинается. Так, вот этот лагерь у нас будет первый на пути. Мы его, конечно же, разрушим после того, как коварство захватим. Так, атака подземелья сейчас будет. У меня пока солдат нет. Это печально, но... Блин, все заняты перевозками. Перевозками и переносками. В этом, конечно, минус. Такого вот больше в экономику развития вначале. Ну, как бы для сравнения тоже неплохо, потому что я обычно начинаю как раз с армии. Все у меня хорошо бывает. Блин, гребаные сопляки сейчас будут бегать туда-сюда. А, ненормальные, блин. Давайте-ка их в сокровищницу бросим. Талия пока будет отбиваться своими силами. И дадим ей тогда хотя бы... ...хилку орка. 500 нам туда. Ну и давай быстрее, блин. Отлично, хилка есть. Ну, орк не выживает у нас, скорее всего. Ну, творяем быстрее, давайте. Им надо, наверное, обходной путь все-таки сделать. Ну, слушайте, живет орк, живет. Не так все плохо, как я думал. Все, отбились. Ну все, сейчас точно копим деньги и... ...идем на поверхность. Ждать больше нельзя. Так, жилу пока не добываем. Сопляков не отвлекаем. Все у нас... ...хорошо. Так, для Емана нужно все-таки достроить эту... ...хрень, иначе он будет долго восстанавливаться. Так, дышать не у нас тут. Тоже требует расширения. Это сейчас помрет у меня с опляков. 900. Так, что у нас по армии там? Орк тоже восстанавливается. Так, тут хреновая эффективность, потому что тут три выхода. Ты 70 процентов, да, 70 процентов. Сейчас все будет, сейчас все будет. Не переживайте. Все под контролем. Так, хилка, орк, гоблин. Третью хилку или орка? Давайте орка возьмем и третью хилку. Нормально. Так, все, пошли. Говорят, Артас, то есть Танос, сжег весь Северный флот, чтобы его армии некуда было отступать. Так, кто сказал, в общем, герои беседуют. Типа. Так, ну и давайте дальше планировать свои здания, пока у нас тут драка идет. Как обычно, лектории, я думаю, построим, да? Для арканума, в принципе, достаточно места. Не вижу смысла особо сейчас расширяться тут куда-то. Лектории будет здесь. Лектории, лектории. 150, да? Хорош. Пошли дальше. Может быть, даже успеем, пока я раздействует. Так, башня у нас без пушек, это хорошо. Значит, захват лагеря пройдет быстро. Тут ребята кем перед кого-то. Я, кстати говоря, по этим местам владением добра хожу обычно, коварство захватываю и не обращаю внимания, как они оформлены. Но на самом деле они всегда оформлены ссылкой на что-то, да? На какой-то объект. Реальный или мифический. Тем не менее, забавно. Так-то почитать название иногда бывает. Точнее, описание. Портреты, высеченные в скале, я думаю, вы знаете, о чем я тут идет речь. Так что не буду особо распинаться. Тем более, я не помню, как это называется по-настоящему. Так, ладно. Коварство мы захватили. Зомбак у нас тут. Что у нас там с лекторием? Викторий пошел. Так, воронки, наверное, хватит тут, да? В принципе. Можно тут оставить, если что. Слишком большое. Слишком большое помещение я выделил. Так, Викторий есть. Отлично. Исследуем портал в подземку. Но на счет стоковарства нужно теперь. Так, ну на самом деле я хочу героя прокачать, хотя бы до второго уровня. Вот. Все, пошли. Пошли захватывать лагерь. Так, тут герои идут. Слушайте, а может быть излучить темницу и принять их там, внизу? Нет, коварства не хватит у нас. К сожалению. Пора платить жалобния. Пора платить жалобния. Так, ну щеки гребаная. Солочай червяк. Он справится тут. Так, ладно, давайте глянем. Коварства всего один источник. Одного источника, очевидно, мало. Очень мало. Так что путешествуем дальше. О, хилка. Она нам не нужна. Оставим ее лежать тут пока, про запас. Врываемся в лагерь. Блин, до этого я сейчас не докину, да? Не достану никак, пока ворота не разрушена. Зомби откинулся. Надо еще драконов убить. Потом как-нибудь... Так, слушайте, в перспективе темница стоит у нас 200 коварства, да? Склеп 100. Давайте склеп сначала. Склеп гораздо важнее, чем темница. Блин, вот они лечатся, конечно. Я сейчас не смогу их убить по-быстрому. Так, а можно как-нибудь вот так вот сделать? Нет. Не достают они до туда. Коварство. Коварство, говорю. Ярость. Давайте, добивайте уже, ептать. Демон тоже откинулся нам. Там один рога остался. И все. Отлично. Наконец-то снесли. И там хп уже никакое осталось. Ладно, давайте тогда расширим кладбище. Сразу в перспективе на голема еще, чтобы он тут поместился. На голема или голема, я вечно его големом называю. Так. И тут у нас будет как раз склеп. Домик разрушить. Все вроде как по плану. Маны нет, ничего нет. Давайте кому, наверное, нет демона не получится нанять. Потому что лимит у нас маленький. Хорошо. Дальше пойдем к этому источнику коварства и потом сюда. Говорит, что единорог на вкус как цыпленок. Я само зло! Да. Коварное зло любит единорогов. На шумполе. Так, что там у нас? Со склепом там тупят ребятам. Так, слушайте-ка, сокровищность там заполнилась, да? Это непорядок. Это непорядок. В принципе, уже и так некуда таскать. На самом-то деле. Блин, ну почему-то я вроде как захватил лагерь, да? Ворота мне не принадлежат. Я вынужден их выносить. Как-то не очень. Как-то не очень. Так, электорий, электорий. Ой, какой электорий, твою мать? Не-не-не. Склеп же? Какой электорий? Ну вот сейчас они будут таскать золото полчаса. Косячок, косячок, признаю. Давайте поможем им волшебной рукой. Нормально. Все, пока у нас тут лупят монстра эту древанную дверь. Так, слушайте, у нас у нас их мало осталось на поверхности там. Так, и тут, значит, сокровищницу мы расширяем. Сколько у нас запас будет? 1600. Дешимулятор ставим сюда. И одну пачку, точнее, одну единицу нежити. Нужно нанять. Лучше, конечно, две. Про запас. О, слушайте, тут я немного упустил из виду. Ну, вроде держится, ребята. Получай червяк! Так, что дальше? Так, у нас орки какого уровня вообще? Третьего уже. Блин, быстро так все исследуется. Точнее, прокачиваются они быстро. Нужна уже пивоварня. Книжка у нас с бонусом производства. Это надо отдать демону. Чтобы демону отдать, надо демона вытащить на поверхность. Потом. Потом отдадим. Мимо будем проходить тут в очередной раз. пока что не горит. Я тебе покажу! Долго они опять лупят их. Так, пивоварня 150 стоит, железной орке 350. Это вот 450 коварства нужно мне. Зло не остановится! Жалование! 200 коварства уже есть. Так. Кладбище, кладбище. Тойотать. Сразу расширяем и пивоварня у нас будет вот вместо этой сокровищницы пивоварню поставить. Ммм, схрон ясно дело уже тесноват. Пивоварню, наверное, здесь поставим, да? Мне Шурин написал, что Танос выжиг все южные поля. Хотел бы, чтобы работа на пашне больше не отвлекала крестьян и они все пошли в солдаты. Хотелось бы, да. Так, вот здесь будут пивоварни у нас. Решено. Здесь у нас будет расширение мастерской. Так, где гребаные опять? Сопляки-то бегают. Надо их больше сделать. Всякий раз, когда появляется лишнее золото. Делай сопляков. Делай сопляков. Так, пошли. Еще один лагерь у нас на пути. Будет бред мост? Да. Понятное дело. Все к обычным. Такс. Что у нас дальше по плану? Раскопали? Пивоварни пошла. Не хватает денег уже. Так, что у нас там по инструментам там? Надо еще эту машину ставить. Котел точнее. Рожь. Рожь. Счет книжка, что она делает? С критическим ударом. Я слушаю. Гоблин. Гоблин. Все, пошли дальше. Так, слушайте, нам обратно возвращаться нужно. Да, давайте сделаем проще. Портал поставим и... Портал поставим, пойдем дальше. Все. Иди назад. Нормально. Так, у нас уже там коварство подошло. Железных орков можно изучить. Пока, в принципе, паки тут маленькие, как бы. Нет необходимости нам большую армию на поверхности держать. Так что бегаем маленькой. Так, у нас прошло сколько времени? Минут 15-20. И мы подошли к первому месту жертвоприношения. Так что... Поскольку мы сейчас тут все зачистим, можно уже Огра-то планировать. Тихонечку. Но прежде чем Огра планировать, нам все-таки нужно немного Орду прокачать. А то он уже проседает. Какими бы сильными железные орки не были, все равно проседают. Так, тут 500, тут еще 1000. То есть 1500 коварства нужно копить. Да, наверное, пойдем пока что потом. Замеем еще один источник коварства. И полторы тысячи это быстро накопится. Так, сначала от этих ребят надо уничтожить. Орков там не отпускают. Гоблин дошел. Кушку. Все идет по плану. Так, тут дракон не убит еще. Ну, в принципе, золота достаточно. Можно не подгонять. Так, темнице-то я хотел, да? Темнице-то я хотел, но герои уже не идут в подземелье-то. Так что можно повременить. Так, сюда пока идти не стоит. Там еще какой-нибудь запустится таймер, не знаю. Герои попрутся в подземелье или еще что-нибудь. Любит игра это дело. Всякие триггеры. Так, еще демона у нас отстает слишком. Все, накадем. Так, у нас там два демона работают. Отлично. Дохватили. Так, тут у нас что? Ничего особенного. Ну, хотя, в принципе, можно пройти, да? Тем более, что источник коварства у нас тут... Это я немного не учел, что там дальше еще один источник коварства. В принципе, сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять источников мы быстро и час накопим. И часа не пройдет. Так, пивоварня, пивоварня. В принципе, одной пока хватает одного котла. Так, в любой непонятной ситуации не нанимай сопляков. И что я хотел там? Я еще хотел... Что-то я увидел. Я хотел арену изучить. Но прежде чем ее изучать, надо еще распланировать место для нее. Я неподалеку от скромного видеолета там. И тут. Так, как она встали орет. Потому что я ее немного провтыкал, и его на щит не поставил. Ну, ничего, бывает. За подкрепом пойдем, значит, в подземелье сейчас. Слушайте, что-то они шатают так, что... Прям... Прям огонь. Что, добьете хоть кого-нибудь-то? Ну, один гублин, в принципе, может добить. Три хлыки, которые лечат друг друга. Бесконечная машина. Вечный двигатель. Так, один остался. Все сейчас будет хорошо. Так, ладно. Зашумлятор, на самом деле, нужно две штуки поставить. У нас же больше-то две. Так, тут у нас будет арена. Арену мы изучим. Все, пусть орки тренируются. Все, отлично. Энт превратился в такое дерево зубастое. Так, вот что у нас было-то? Он любит есть маленьких бельчат на древе ужаса. Так, ну что, видимо, придется нам возвращаться в подземку. Вот тут портал мы поставим. Если что... Хотя нет, на самом деле, портал лучше где-то в сторонке ставить. Вдруг там герои пойдут. Так, тут четыре места для тренировки. Да, слушайте, пещеру мастеров. Блин, время-то поджимает. Это точно. Короче, не уверен я, что мы ачивку все-таки выполним. Потому что... Я хочу поставить пещеру мастеров и дверки сделать. Вообще, мастеров, наверное, придется делать. Больше особо негде. Тренируйся хорошо. Ой, это я зря. Духлого орка ударил. Так, 847, да? Сейчас у нас будет огур. Мы, в принципе, можем сразу пойти его принести в жертву. Ловушки пока нафиг не нужны. Да, ловушки, в принципе, не нужны в компанию. Ну, на самом деле, нужны. Просто надо проходить для этого миссии на, сказать, сложности. Там реально много мороки. Я уже пробовал проходить. Но получается очень долго, к сожалению. Там часа два, наверное, тратить надо на каждую миссию. Слышал, Танос разрушил какой-то город. Скрадхолм, кажется. Он боялся, что его жители заразились чумой. Скрадхольм. Да уж. Толстые опять у нас тут отсылочки. Так, что, исследуем угром. И нанимаем его, да? Он там вроде за тысячу золота. Эм, да. Тысяча золота. Что, герои идут, да, к нам опять? Что-то мне никто не сообщил, что подземели герои. Рассказчик обленился, не работает уже. Так, насколько возможно за оставшиеся десять минут все тут пробежать? Еще и сковарство накопить. В принципе, возможно. Так. Одного оставим, данный бычу маны. Так, там, видимо, кто-то попрется. Опять или элементарий будут мешать или герои с гурьбой. Убийственное зло добралось до места проведения ритуала. Сюда требовалось привезти огра. Ну, привели. Ритуал начался. А, ну понятно. Теперь оставалось только ждать. И, разумеется, именно в этот момент алтарь решили навестить каменные стражи. Какое совпадение, не правда ли? Ты проклят разработчик, который создал этот уровень. Давай, уничтожь каменных стражей. Защити огра. Бей их хуком слева. Да, и меня защитить не забудь. Ну, спасибо, хоть не медведи пришли. То в этой игре всякое бывает. Так, давайте орков тогда прокачаем. Парочку, раз. Так, где у нас вообще индикатор-то? 40 секунд. Так, ну, больше сейчас будут откидываться по КД. Так, прокапываем себе путь тогда к Роули. У нас вроде тут ближе всего или все-таки... Или все-таки Голем. Все-таки Голем, да, впереди это? Ладно. Голем, да, Голем. Тысячу коварства теперь накопить. Огра ждал большой сюрприз. Как видно, он не осознавал, что ритуал закончится его смертью. Ну, все слуги зла должны понимать, что если придется, ими не постесняются пожертвовать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. трата коварства, опять же, но нам тут не помешает. Ну бы еще станел этот дождь. Книжек вроде новых не появилось. У нас герои идут опять. Грибаный ворот. Вроде как у нас Ордата фигачит. Так что не оставляет шанса вообще ни одним героем. Тут еще небольшой пак. Пока никого нет. Так, я хотел пещеру мастеров сделать джим. Где там я и хотел-то. Так, стоп. Пещеру мастеров. Лучше здесь вот надо. Нет, здесь двери-то нет. Лучше налево. Давайте-ка лагерь сначала вынесем, чтобы отсюда не появлялся больше никто. Блин, слушайте, героев можно завести на самом деле к этим дракошам в будущем. Тут закопать. Ну, хотя тут свои-то у нас не будут проходить потом. Ну, с этим мы разберемся. Давай быстрее, а. В твоем подземелье враги! Так, все, сейчас врагов попробуем на этих драконов завести по всему. Пока посражаются с ними. Ну, пойдем дверь снесем. Так, ну что, у нас тысяча коварства уже подходит. Все-таки не успеваю я на ачивку, к сожалению. Так, минус дверь. О, нормально, три-ка. План удался. Надеюсь, дракона их завалит. Так, отлично, голем пошел. Так, стоп. Надо мне сделать портал в нужном месте. И потом голема взять. Какой же неудобный тут громоздкий интерфейс. Враги. Эм, что-то он не туда пошел, да, голем? По-моему. Вот он как. Что? Так, как не прошли мимо драконов-то. Давайте уйдем в портал пока. Блин, правда его разрушат. Но они сейчас меня тут тоже все разрушат. Вышел небольшой конфуз. Нифига не крадут. А, так они из портала пришли, ептать. Ясно. Со всех сторон уже начинают. Давайте пока их развлечем, чем-нибудь типа мекеритным дождем. Закончили. Короче говоря, кому-то не нравилось, помню в комментариях, то, что, типа, от армии туда-сюда таскаешь. Как-то не очень лучше ловушки делать. Ну, опять же повторюсь, что это стратегия. Стратегия в реальном времени, а в стратегиях как бы нормально таскать туда-сюда армию. Так, что не надо тут мне. Ля-ля. Так, что у нас там? 600 каварства. Накрули копим тогда, да? Блин, нам придется заново идти туда. Демона назад. Так, как быстро мы до сюда дойдем. Так, слушайте, хилка. Ну, ладно, в принципе. Опять же у нас только нежить по раненым. Золотая жила еще одна. Так, слушайте, а мограя еще одного можем нанять, между прочим. Что-то вот я об этом, на самом деле, не подумал. Армия-то у нас будет достаточно сильная. Вот, как быстро дошли. Что, пошли нападать? О, там еще один пришли. Пришли еще кто-то. Сейчас мы, короче говоря, голема задействуем, и никто нас не поранит. Так, голем встал в стойку свою. Снова. Ну, слушайте, как я уже говорил, имба. Просто имба, этот голем. Ставишь его вот в эту стойку, и все, в принципе, хорошо становится. Никто не пробивает. 1300, там брони у него в этой стойке. Так, сейчас уже кровли будет. Так, хилка нам опять не пригождается. Еще одна хилка, которая не пригождается. Готовое к жертвоприношению зло, добралось до места проведения ритуала. Сюда требовалось привезти могильного голема. Его перевели. Да, в принципе, за 40 минут вполне себе можно, только вот я... Как только могильный голем Италия заняли положенные места, ритуал начался. Разумеется, это волшебным образом привлекло внимание каменных стражей. Они бросились к алтарю, твердо вознамерившись сорвать ритуал. Ну уж нет, им нас не запугать. Защити нас! Держи оборону! Закидай их ватными шариками! Короче, буквально пару минут. На пару минут не успеваю я. Хотя сейчас, если тут быстро закончим, можно, в принципе, и успеть. Попробовать. Последнюю ману трачу. Так, ладно, давайте пока Кроули наймем. Что у нас там? 30 секунд. Быстро они, слушайте, разбираются. Нет, пока они не будут поставить ничего. Там дойду, уже поставлю на месте. Вогильный голем хладнокровно ждал приближающейся смерти. Временный смерть для нежити не в новинку, так с чего бы ему бояться смерти окончательной? Меня наполняет новая сила. Я готова править зергами. И не важно, что я не знаю, кто они такие. Странствующее зло разместило у алтаря дьявола великолепно. Нифига еще. Не разместило. Чего-то все еще не хватало. Ах да, нужен был еще и дьявол. Однако забывчивое зло явилось без него. Как неловко. Да, не гони-ка, а. Ну и что? Так и знала, что я тебе понадоблюсь. Что за еберезанья? Вот дело привели. Не работает. Кого нужно убить? Талия и дьявол были готовы начинать ритуал. К несчастью, их решили навестить каменные стражи, неизвестным образом прознавшие о жертвоприношении. Ерунда. Нам только полезно немного поразмяться. Правда, разминаться будут все, кроме меня. Я занята ритуалом. Давай, уничтожь их! Выпари их! Отдави им все пальцы! Короче говоря, если бы рассказчик сейчас не сказал, что Талия у нас как бы аналог королевы зергов, да? Из Старкрафта. То я, может, и не подумал. Керриган же ее вроде звали. Вполне себе, да. Такой аналог. Ну что, все. 30 секунд осталось. Так, и впереди у нас теперь только остается вот этот лагерь, походу, да? Сюда можно, в принципе, не идти. Хотя тут портал, на самом деле, с героями. О, там еще патруль идет. Все закончилось. В реве последнее проклятие в адрес некоего Гэндальфа... Дьявол, как и положено в конце ритуала жертвоприношения, умер. А ведь когда-то мы призвали его в этот мир и тоже с помощью ритуала. Если киношники захотят снять еще одну иронию судьбы, им стоит обратить внимание на этот призанятный случай. Ритуал завершился. Италия обрела новые силы, в числе которых был один очень полезный навык. Морозная звезда. Особая ценность этого навыка состояла в том, что Танос сражался в основном при помощи огня, а холод прекрасно противодействует огню. А, ну да, понятно. Морозная звезда. Круто! Так, и что теперь? Разумеется, Талия тут же решила испробовать новоприобретенный навык на стене огня к северо-востоку от места проведения ритуала. Как ни странно, она оказалась просто идеальным объектом для подобных испытаний. Начнем. Я знаю, что делать. Я заморожу эту стену, задушу языки ее пламени, задую этот никчемный огонек! Так, я думал, у Талии самоспособность появится какая-то, но... Просто глобальное заклинание. Стена огня рухнула. По странному совпадению, за ней прятался проход к лагерю Геройской Армии. Ага, будет на ком потренироваться! Чудес! Тебя со льдом или без? Так, откат у нее небольшой. Сейчас мы герою будем фигачить тогда морозной стеной. Золото у меня кончилось. Я уже, в принципе, не то, чтобы не парился. Надо бы сокровищность-то построить, но у меня сопляки долго бегают до туда. Ну, следил я, короче, за золотом немного. Так, это все мы, короче говоря... Все они разбежались по углам. Как бы забастовку не начали без жалования-то. Так, кто у меня тут бегает-то? Блин, золота нет. Мать. Быстрее давайте. Там уже, наверное, убыток какой. Сейчас на следующее жалование надо будет. Может, успеем закончить миссию до того, как это все закончится. Точнее, наоборот. Пока не закончится. Ну, вы поняли, короче. Тут еще драконов до сих пор. Ммм. Опять герои идут обратно в портал. Дребаные забагованные герои. Подземелье ворвались. Я не чувствую сейчас этот домик. Этот домик мы уничтожили и закончится миссия, да? Давайте быстрее, пока нам герои... Талия с большим удовольствием испробовала новоприобретенные навыки на разместившемся на горе судьбы лагере. Да, хорошо, что он нам попался. Столько приятных совпадений. Этот час настал. Пришло время последней битвы с Таносом. Пора было раз и навсегда определить, кто же победит. Добро или зло. По-моему, считать Таноса добром уже нельзя. Все-таки он слишком увлекся сжиганием людей и нелюдей. Да, по-видимому, Танос полностью принял своего внутреннего Макеавелли. Ладно, ладно. Так вот, пора было раз и навсегда определить, кто же победит. Зло или зло, которое считает себя добром. Это точно. Ну, Танос, запасайся сменными штанишками. Ну что ж, впереди у нас финальная миссия остается, где, видимо, будет битва с Таносом. И ее мы увидим уже в следующем эпизоде. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и вы хотите продолжения этой игры на канале. А с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok